Медиагруппа «Авангард» представляет В прошлом году все шло замечательно, у нас все конференции идут замечательно и чувствуется рост, рост узнаваемости конференции в мире рост внимания экспертов, спикеров в России, зарубежных спикеров к нашей конференции Мы накопили большое количество потенциальных связей В этом году должно быть выстрелить еще больше с большим количеством народных спикеров с Латинской Америки, с Ближнего Востока Но, к сожалению, произошла эта ситуация с коронавирусом Мы поняли, что если она не разрешится быстро, то иностранных спикеров мы иметь на конференции не сможем Мы получили большое количество заявок от специалистов с разных стран У нас вообще были сомнения большие, что удастся ли нам провести эту конференцию Мы сами видим, что с марта месяца большое количество конференций отменялось и мы могли по инерции тоже быть отменены Все равно мы собрали программу достойных уважаемых экспертов, заказчиков, партнеров но в рамках России В этот раз конференция отличается тем, что она полностью российская с российскими спикерами, с российскими гостями Но мы не оставляем целей продолжать делать ее в международных масштабах И, надеюсь, в следующем году сделаем ее еще больше, еще более международной В этом году традиционно касались вопросов цифровой трансформации вопросов реагирования на инциденты информационной безопасности в технологических сегментах мониторинга, системы мониторинга, их применения Соответственно, первый день программы у нас посвящен в основном заказчикам и различным топовым экспертам Провели панельную дискуссию с уважаемыми участниками Мы с генеральным директором лаборатории Касперского Евгением Валентиновичем Касперским с представителями Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Наш регулятор по безопасности с заместителем министра энергетики был директор российского центра организации объединенных наций по промышленному развитию взглянули на тему цифровой трансформации в промышленности риски, возможности, какие успехи, какие прогнозы были в этой сфере Соответственно, было интересно послушать точку зрения и взгляд организаций и разных ведомств на этот прогресс В прогнозах коллеги, к сожалению, видят все равно, что ландшафт угроз будет расти цифровизация будет продолжаться и большое количество возможностей не только для хороших парней, но и для плохих будет появляться Тем не менее, видят позитив в трансформации, в ее необходимости Данная пандемия только придала больше аргументации Мы все видим удаленный доступ, мы все видим цифровизацию сервисов, которая происходит Доставка, логистика, производство и так далее Поэтому, в общем, стоит следить за этой темой и не забывать о кибербезопасности Мне очень нравятся доклады на тему применения криптографии в промышленности На эту тему выступают очень хорошо и рассказывает Марина Сорокина из компании Infotex Мне нравится доклад Алексея Лукацкого по теме применения дашбордов для безопасности СОТП в тему развития представления информации о безопасности для высшего руководства Также мне очень понравился доклад Сергея Повышева по теме применения систем мониторинга Их опыт развертывания систем мониторинга, сценарий, различные сложности, с которыми пришлось столкнуться Но, тем не менее, остальные доклады тоже очень нравятся и тоже имеют свою специфику и изюминку Большая часть конференций до сентября месяца переходили в виртуальный формат Но люди, мне кажется, опять наелись в виртуальных форматов Это все равно не то, людям хочется встречаться, общаться, жать друг другу руки и так далее По теме промышленной кибербезопасности существует несколько крупных международных мероприятий В Майами, СФО, в Швеции, CS3, Стокгольм Вот шведская конференция уже объявила, что переходит в виртуальный формат Конференция в Майами в январе объявили, что в октябре будет твердое решение Но они не планируют делать виртуальный формат Потому что они понимают, что важность конференции это именно встреча, это атмосфера Но пока у них надежда есть Но чисто ситуация в США с пандемией, мне кажется, надежд мало Другой пример, коллеги из Испании тоже планировали делать свою международную конференцию в Испании Центр по промышленной кибербезопасности, Industrial Cybersecurity Center Планировали делать в сентябре, но вот буквально пришла новость, что они тоже переводят ее в виртуальный формат Для интерактива могу привести неплохой пример Недавно прошел DevCon, ICS Village Как раз это целый стрим DevCon, посвященный кибербезопасности от СУТП У них был запущен Discord сервер Соответственно, отдельный канал для этой конференции Где в интерактивном формате принимались вопросы от участников, для спикеров Ну, знаете, это все равно немногим отличается от вопросов в неких вебинарах То есть все равно интерактива много не добавляет Ну, увы, это что имеем, то имеем И другой интересный пример был Коллеги сделали конференцию НАТО по кибербезопасности Она была полностью в виртуальном формате, но для спикеров делалась сцена На сцене делались экраны, и, соответственно, ведущий присутствовал на этой сцене В зале никого не было, только камеры Но человек, смотрящий картинку, видел некое подобие сцены и зала Что он присутствует там Ну, то есть это не просто лицо человека на фоне холодильника или какой-нибудь стены Он все-таки видел, что там где-то происходит событие То есть это немножко добавляет атмосферы Но тем не менее он все равно сидит у себя дома Мы не хотели делать только виртуальную конференцию Почему бы не доставить контент еще большему количеству людей в сообществе? Сделали онлайн-трансляцию нашей конференции С возможностью, опять же, интерактивного общения Бесплатное подключение к трансляции И любой желающий мог с ней ознакомиться, мог ее смотреть Кроме того, эти доклады, опять же, будут записаны и опубликованы в наших каналах Сделали полувиртуальными демонстрационные стенды У нас на стендах удаленно подключены наши эксперты Которые показывают заинтересованным участникам конференции Демонстрировать наши продукты Они могут подойти к стенду И коллеги удаленно покажут, расскажут, продемонстрировать как вживую Тем самым мы снизили количество участников И не снизили качество демонстрации Офлайн-конференции – это же не только контент Это еще и знакомство, и связи с людьми Это эмоции, это принятие решений каких-то Того, что мы никогда не получим в онлайне Поэтому я считаю, что это очень удачное решение Нам очень повезло, что мы все-таки всех собрали Я был готов, что начнут отказываться И у нас будет некий дефицит по этому плану Но нам повезло Опять же, были отказы спикеров, но немного Видно, люди настолько истосковались также по живому общению, по встречам Что все постарались и приехали сюда Толчками каких-то новых направлений, как в свое время StaxNet, Industroyer, Triton Но в этом году было большое количество инцидентов в промышленности В частности, с шифровальщиками, с прочими решениями, которые просто выводили системы из строя Не целенаправленно Были замечены шифровальщики, которые явно выключают процессы промышленного программного обеспечения Это демонстрирует не то, что они целятся в промышленный сегмент Это говорит о том, что они добираются до промышленного сегмента Видят эти процессы и выключают их вместе с остальными другими, чтобы зашифровать информацию Это говорит о том, что, как мы и предполагали, системы продолжают оставаться открытыми, легкодоступными для сенсионированного доступа Были громкие уязвимости в различных широко применяемых компонентах, в сетевых стеках Например, была такая уязвимость, как Ripple 20 В компоненте, который используют в большом количестве программного обеспечения Включая промышленное оборудование Тем самым она громкая за счет того, что одна уязвимость покрывает большое количество производных Эти уязвимости не успевают быть использованы злоумышленниками, но мы во многом не знаем в том числе Количество уязвимостей не уменьшается, исследователи продолжают иметь интерес к этой теме Разработчики, конечно, начинают умнеть, стараться делать какие-то процессы управления уязвимостями, процессы управления обновлениями Безопасный жизненный цикл разработки, но тем не менее это еще не массовая история